Вновь к событиям в Казахстане. Как прямо сейчас передает государственный телеканал, в Казалардинской области страны идет антитеррористическая операция. И в беспорядках там пострадали уже 168 человек. Власти Казахстана заявляют о том, что среди толпы орудуют хорошо подготовленные, имеющие боевой опыт, радикалы-исламисты, в том числе из Афганистана. Бандиты держали в осаде воинские части, атаковали больницы, целенаправленно громили офисы телеканалов, лишая людей официальной информации, и сжигали пожарные машины, так что горящие дома было просто некому тушить. Погромщики действовали слаженно и, очевидно, получали указания извне. Но вот от кого и, главное, с какой целью на эти и другие вопросы попытался ответить наш корреспондент Андрей Григорьев. Казахстанский протест кто-то, возможно, и пытался представить как экономический, но он удивительно быстро приобрел вполне узнаваемые черты. И вот уже при штурме Акиматов областных администраций слышно, как в толпе выкрикивают «Исламский такбир». Ежу даже и понятно, откуда крики Аллахавар, почему так грамотно ведется и тактический, и стратегический перехват власти, как берется под контроль ситуация. Ну вот горит администрация президента, горят Акиматы, берут штурмом по всем крупным городам, в том числе и в процветающих регионах, в крупных центрах крайне благополучных казахских провинций, где некого повышения цен на газ-то, даже проблем такого нет. Боевики объединены в высокоорганизованные отряды. Вот молодые люди спортивного телосложения с битыми в руках клином входят в аэропорт. Но стоит появиться полиции, зачинщики мгновенно оказываются в задних рядах. Идет гражданское население в качестве заслона, его выставляют на первый план, а сзади уже хорошо организованные боевики, которые в конечном итоге, обеспечив себе доступ к желаемым объектам, будь то социальные инфраструктуры, здания, в которых расположены органы власти, правоохранительные органы, возможно, находятся склады с оружием. На этом видео винтовки раздают централизованно из багажника автомобиля, а теперь спецназ задерживает такие машины-арсеналы десятками. Первоочередными целями были оружейные магазины и подразделения МВД. По сообщению комендатуры Алматы, по состоянию на 13.00 от рук террористов в городе пострадали 353 сотрудника правоохранительных органов, 12 правоохранителей погибли. А тело одного из них было обнаружено с отсеченной головой. Последнее заявляют в комендатуре прямое доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований, атаковавших Алматы. К представителям власти с особой жестокостью. Вот толпой избивают полицейского палками и металлическими прутами, а на этих кадрах и вовсе убивают в уличной перестрелке. Мы видим, что льется кровь, совершаются погромы, поджоги, парализуется жизнь в целом служба обеспечения, включая кареты скорой помощи, которым не позволяют выполнять свои задачи. Мы получаем информацию о том, что двое сотрудников правоохранительных органов обезглавлены. Такая крайняя форма жестокости. То есть, очевидно, это не недовольные люди. Это группы хорошо подготовленных, готовых на все и знающих, для чего они пришли. В Алмату, в частности, другие города, боевиков. Прослеживался четкий план, дестабилизировать обстановку в стране, стараясь захватить как можно больше пожарных машин. Пожарная машина, короче, тоже сгоревшая. Чтобы никто не смог потушить огонь, полыхающий в административных зданиях. Местных жителей, которые пытались погасить, избивали. Один парнишка держал гидрант и говорил, я тушу пожар, меня не тронут. Меня не тронут. И мы кричали, чувак, не геройство. То же самое со службой скорой помощи. В больнице специально не пропускали раненых. Просим не мешать работать медицинским работникам и выполнять свой профессиональный им долг. Также оказать им содействие, помочь доставить своевременно, чтобы кареты скорой медицинской помощи могли своевременно доехать пострадавшим. Известно, что как раз на западе Казахстана, где и начинались погромы и демонстрации, традиционно сильны салафитские течения. Радикальный ислам, свойственный ИГИЛу и Аль-Каиде. Прямо в здании департамента КНБ в Ак-Тубе сегодня подорвался смертник. Десять лет назад в Актюбинской области была уничтожена разветвленная террористическая ячейка, вступившая в перестрелку со спецназом. Целая мини-война. А руководил ей Тахтарбек Бамбетов, прошедший боевую подготовку в Пакистане. Три года назад была арестована банда салафитов, державшая в страхе все междугородние перевозки в Атырау. А вот такое видеообращение тогда записали вооруженные люди, именующие себя воинами халифата из батальона Аль-Захир-Бейбарс. Террористическую суть нынешнего антиправительственного движения сразу же выявили казахстанские власти. Происходят массовые нападения на сотрудников правопорядка. Среди них есть убитые и раненые. Толпы бандитствующих элементов. Избивают военнослужащих. Издеваются над ними. Голыми водят по улицам. Подвергают насилию женщин. Грабят магазины. И прямо назвали даже направление. Афганистан, оттуда в страну могли попасть люди с боевым опытом. Кто осуществлял общую координацию, еще предстоит выяснить. Можно ли обнаружить во всем происходящем какие-то следы западных спецслужб, дипломатии? Вспомним Бен Ладена, кто выращивал, да? И что в итоге Америка получила. Сейчас это не свидетельство о том, что западные спецслужбы отказались от таких медов. Отнюдь нет. Нет. Они продолжают использовать целый ряд террористических, ваххабистских, радикальных, исламистских организаций в своих интересах. Даже если в итоге это приводит к негативным для них самих результатам. Президент Казахстана поручил провести тщательное расследование и распутать все связи, ведущие к погромщикам из-за рубежа. Конечно, начнется это лишь после того, как вся территория страны будет взята под контроль властями. Андрей Григорьев, Анна Колк, Павел Алексеев. Вести. Продолжение следует.